Сергей Холин специалист по смешанной борьбе. Этим видом спорта занимается больше 20 лет. Говорит, что для самозащиты не обязательно быть спортсменом. Даже неподготовленный человек способен дать отпор нападавшему. Для этого могут пригодиться подручные средства. Ключи, мобильные телефоны, журналы. К примеру, журнал вы можете, если он, конечно, плотный, вы можете его свернуть в случае возникновения опасности и журналом взять его плотно в руку, нанося удары в область бровей, в область носа, желательно сверху, но чтобы точно попасть лучше по прямой траектории. Точно так же можно этой частью наносить в скулу. После этого в любом случае должен быть удар в пах, противник сгибается, и удар коленом в голову, после этого вы уже можете отходить от противника. Тем, кто случайно оказался на митинге, Сергей рекомендует не приближаться к радикально настроенным участникам, всегда в запасе, иметь пути отступления. Если противник схватил за шею, нужно приложить все усилия и вывернуться из плена. Если противник, к примеру, прихватил вас за руку, да, можно прихватить, и у вас в руке находится телефон, ну, или в кармане вы достали телефон, вы можете нанести удар телефоном в кисть, то есть, что наносит точно так же, ну, довольно-таки больно, и отсюда сразу же нанести точно так же удар в бровь, в пах, и точно так же уйти. По словам спортсмена, такие удары для жизни не опасны. Основная их цель – дезориентировать противника. Сергей советует не геройствовать. Если вблизи начинается драка, стоит как можно быстрее покинуть место события. Для этого существует специальная техника. Во-первых, не дать, чтобы толпа встала в круг, чтобы не оказаться в этом кругу. И постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, двигаясь по касательной назад под 45 градусов, уходить от этой толпы, при этом прикрывая затылок одной рукой, оставляя вторую руку для того, чтобы можно было хоть какой-то дать отпор, и точно так же развернуться и уйти. Так считает и психолог Екатерина Варнавская. По ее словам, во время массовых мероприятий люди не контролируют свои эмоции, их действуют хаотично. Поэтому предугадать их намерения всегда сложно. Специалист советует не реагировать на провокации и избегать общения с митингующими. Очень важно понимать, что толпа обладает единым сознанием. Каждый человек, который находится в толпе, автоматически он снимает с себя ответственность за происходящее. То есть все побежали, и я побежал, все бьют, и я бью. Избегать обходить, если попали, стараться не заряжаться настроением толпы, сохранять самосознание. Лучший способ обезопасить себя – вовсе отказаться от посещения митингов. Так считает и психолог, и тренер по самообороне. Александр Блиников, Роман Громняк, Василий Дмитриев. Панорама.